МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Коту под хвост. Почему необычная скульптура, которую сегодня установили в Барнауле и дня не простояла? Барнауле с около месяца проходил с катетером в области мочевого пузыря. Кто ответит за ошибку, которая стоила мужчине почки? Барахолка меняет место жительства. Как расценивают переезд продавцы и покупатели? Начнем выпуск с необычной для первой новости истории. Все труды коту под хвост. Администрация Октябрьского района уберет скульптуру сибирского кота, которую сегодня утром установили на Ленинском проспекте. Над ее созданием трудился известный уличный художник Никола Питерский. 500-килограммовый арт-объект разрабатывался несколько месяцев. Его задумка родилась у художника зимой. Сначала он придумал фразу «Сибирикам любой месяц март». А потом сложился образ, связанный с весной. Кота дополнили валенки, символ неожиданных холодов, и солнцезащитные очки, отсылающие к лету. По замыслу скульптура должна нести позитивный смысл. Вот эта выдвинутая нога, он лижет пузико. Вместо гендерных признаков у него сердечко перевернутое. К этой ноге можно вытянуть, например, свою ногу или взять его, похлопать по голове. Кота для города бесплатно отлили из чугуна на заводе и доставили в центр города, рядом с техническим университетом. Однако у многих жителей Барнаула арт-объект вызвал неоднозначную реакцию. И в течение дня на него начали поступать жалобы. Были звонки с района администрации. Их не устраивает скульптура в данном месте. Мы принимаем их позицию и будем искать более лояльное для скульптуры место. Сейчас рассматриваются два возможных варианта размещения. Сквер в новом микрорайоне времена года или летняя терраса в баре «Крыша». К слову, руководство заведения практически готово взять кота себе. Ну а теперь к основным темам выпуска. Барнаулец около месяца проходил с катетером в области мочевого пузыря. Его нечаянно оставили медики во время операции. Это удалось доказать в суде. В итоге мужчина столкнулся со всеми вытекающими последствиями. Из-за гнойных процессов пришлось удалить одну почку. Наша съемочная группа разбиралась в истории. Это рентгеновский снимок, который был сделан перед удалением инородного предмета, который находился в области мочевого пузыря. Очень нехорошее ощущение, конечно, было с баночкой в штанах ходить и отводить это все. Виктор Попов и не подозревал, что живет с инородным телом в области мочевого пузыря. Мужчина обратился с камнями в почки в больницу скорой помощи номер 2, тогда еще в горбольницу номер 11. Барнаульца прооперировали. Вот только становилось все хуже. Кровенистые выделения, температура под 40. Оказалось, что около месяца Виктор проходил с катетером, который забыли медики. У меня поднялась температура под 40. Даже разговаривать не мог. Меня дети собрали, скорую вызвали и отправили в больницу. Вырезали почку. После почки у меня образовалась грызда 40 сантиметров. Весь бок переворчащивается сбоку на бок. Внутренние органы перекатываются в животе. Очень неприятно и больно. Почку пришлось удалить из огнойных процессов, которые начались в организме. Сегодня мужчина даже не может получить инвалидность. Эксперты не считают, что причинен тяжкий вред здоровью. Работать Виктор пока не может. Супруга умерла. Осталось двое детей. Барнаульцу посоветовали подать на сотрудников больницы в суд. Вину было врачом поставлено по поводу того, что фактически он же сам должен был знать, удалили у него этот катетер, вот это инородное тело, либо нет. Естественно, это внутри организма. Человек об этом знать не мог. Как его почувствуешь? Пока не воспалился, не почувствовал. Он забитый катетер был. Забился катетер. Не убирали. Он забитый. Остался там. Просто загрязненный. Кстати, по словам юриста, часто сложно доказать, что во время операции в теле пациента оставили катетер, инструменты, перчатки или салфетки. Как бы странно это ни звучало. Мы документы, когда смотрели, вот медицинские, которые стационарные, аблаторные, этих снимков не было в деле. Вообще нет. Это просто чудо, что он сохранил этот снимок. То есть от него никуда нельзя. У него есть номер, у него есть дата, у него есть, вот ему было тогда 54 года. Ленинский районный суд встал на сторону Виктора. За оставленный катетер и удаленную почку мужчине назначили моральную компенсацию – 300 тысяч рублей. Барнаулиц и его адвокат будут подавать в апелляцию, чтобы добиться более внушительной суммы за потерянный орган. Пока же решение суда не вступило в законную силу. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Новоалтайск погряз в мусоре. Рядом с организованными площадками для сбора ТКО образуются целые несанкционированные свалки. Листья, ветки, кирпичи – все это кучами лежит рядом с контейнерами. Жители возмущаются, почему этот мусор никто не забирает. Но, как выяснила наша съемочная группа, никто этого и не должен делать. Точные натренированные броски и пакеты лидии летят на мусорную гору. Это иначе не увозят. В Новоалтайске ускоренными темпами растут кучи мусора. С наступлением весны собранное с подворья и жители частного сектора складируют возле площадки для сбора ТКО и в сам бак. Кирпичи, доски, листья и ветки и другие явно нетвердокоммунальные отходы. Тепловозная улица, поликарбонат. Бурвар, рост 33, доски, ветки. А сколько эти ветки уже лежат? Ну, лежат уже недели две лежат. Когда-нибудь подойдет какой-нибудь пьяный, еще какой-нибудь и кинет, и мы сгорим. Я первая сгорю. Участок Людмилы в паре метров от захламленной площадки. Она делает замечания людям, которые стаскивают контейнером ветки и части дивана, но пока никого не переубедила. Рекуператор, так называемый природный мусор, не забирает. В тариф это не включено. Но и ТКО из-за беспорядочного складирования в баке всего того, что попадается под руку, убирает буквально с боем. Дмитрий точно оценил ситуацию. Содержимое первых контейнеров прошло без помех. К третьему механизм обескуражен и не может протолкнуть мусор сам. На помощь идет человек. В баках Дмитрий видел и кирпичи, и кресла, и шпалы. После уборки такого мусора хорошо, если машина не сходит с линии. Вместо того, чтобы потратить пять минут на выгрузку баков, водитель только пять минут пробивал застрявшие ветки в мусоровозе. И то из-за консистенции, так скажем, содержимого, а часть еще и выпала. Состояние площадок в частном секторе из-за складирования нет ЭКО. Каждую весну создает головную боль как для муниципалитетов, так и рекуператоров. Вторые не могут обеспечить своевременный вывоз, так как добраться сквозь ветки и стройку до баков порой невозможно. Первые вынуждены тратить бюджетные средства на уборку площадок, так как по закону именно муниципалитет следит за порядком на них. Если в Барнауле сбор отходов, не относящихся к ТКО, с частного сектора уже более-менее отлажен, в Новоалтайске процесс выстраивается. Власти подчеркивают, эти площадки созданы для сбора ТКО и не рассчитаны на мешки цемента или порубленные кусты. Все это жители должны вывозить самостоятельно на полигон. Так, местный полигон принимает с физлиц 110 рублей за куб веток и листьев и около 200 за куб строительного мусора. Уже полмесяца рассчитаться можно прямо на месте, заверяет директор полигона Владимир Брайко. Мэр Новоалтайска Владимир Бадунов терпеливо ждет, пока люди привыкнут к правилам. А чтобы город не утонул в отходах, договорился с подрядчиком о вывозе такого мусора. Уборка будет точечной. А что останется, придется зачищать за счет города. Мы сами тогда найдем автомобиль, привлечем технику людей и вывезем. Это будет называться уборка несанкционированных свалок. Но жители все должны понять, что мы сегодня делаем работу, которая нам не свойственна. Мы должны убирать муниципальную территорию, муниципальную землю. А вот тратить бюджет на вывоз частных подворий мы не должны. При этом власти сейчас разрабатывают новый подход к реквидации подобных мусорных куч. Не исключается и применение штрафов. Законодательный запрет на складирование веток, листвы и стройки в контейнерные площадки обозначен в КААП РФ. Нарушители будут ловить на месте, фиксировать факт складирования нет и КО на камеры и передавать в надзорные контролирующие органы. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Знаменитая барнаульская барахолка на ВДНХ переместилась на китайский рынок. Было ли такое решение неизбежным и почему один переезд равен не двум пожарам, а новым клиентам? Смотрите в сюжете. Бульдозеры на китайском рынке на Космонавтов 59 работают не так часто. Однако в этот раз повод исключительный. Готовят покрытие для продавцов барахолки, которые вынуждены сменили место торговли. Из-за постоянных жалоб администрации эко-ярмарки ВДНХ и недовольства жителей близлежащих домов барахолка вынуждена менять свое место дислокацией. Так как при дальнейшей застройке пустыря, на котором сейчас она располагается частично, барахолка может просто-попросту прекратить свое существование. Кстати, условия здесь лучше. Территория больше, павильоны просторнее, есть и крытые прилавки. Однако продавцы пока относятся к переезду настороженно и надеются, что клиентов станет больше, когда все узнают о новом месте. На старом месте у нас практически были постоянные клиенты и больше никаких. А от переезда мы ожидаем, что будут новые клиенты, помимо постоянных. Тем более покупателям теперь удобнее добираться. До рынка ходят трамваи номер 1, 5 и 7, а также 121 и 78 маршрутки. Есть и удобная транспортная развязка. Автомобилисты могут заехать как с Космонавтов, так и с Попова. Там, где раньше на поле было, возле ВДНХ, туда не добираться, не дойти. Это такое страшное, опасное такое место было за Европу, если бы курс. А тут уже, да, и подъезд нормальный, либо машина может подъехать. В мае барахолка на Космонавтов 59 будет работать по выходным с 9 утра до 6 вечера. Однако, если клиентов будет достаточно, то летом продавцы готовы торговать уже каждый день. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Современная социальная инфраструктура должна быть своеобразным стандартом для алтайских сел, заявил губернатор края во время рабочей поездки в Мамонтовский район. Там Виктор Томенко посетил несколько объектов, в том числе общеобразовательную школу, где недавно завершили масштабный ремонт. Тема сегодняшнего урока. Клетка наименьшая единица всего живого. Один из кабинетов Островновской общеобразовательной школы. Новые парты, современное оборудование. На его закупку, а также ремонт учреждения потратили 47 миллионов рублей. Работать в таком новом обновленном здании одно удовольствие. Мы рады, что именно наша школа попала в проект, что наша школа участвовала в программе модернизации систем образования, и школа была отремонтирована. Школу отремонтировали в кратчайшие сроки. Получается, на весь ремонт у нас ушло 4 месяца. Сказать, что мы рады, это не сказать совсем ничего. Мы очень рады. Сельская школа сегодня – образец того, какой должна быть социальная инфраструктура в небольших населенных пунктах, отметил губернатор края Виктор Томенко. А вообще говоря, мы за эту пятилетку хорошенько поработали в этом направлении по всему краю. Почти 450 школ отремонтировали. Вот так прошли капитальным ремонтом в большей степени, в меньшей степени где-то. Но прошли отлично этот проект федеральной модернизации сегодня нам помогает. Всего на ремонт вот этих полутысячи школ мы потратили почти 7,5 миллиардов рублей. Деньги большие, но еще примерно около 4 школ требуют ремонта. Поэтому мы будем продолжать. В каждом селе у нас должны такие условия для нормальной жизни, для полноценной жизни. В ходе визита глава региона осмотрел также детскую площадку, которую построили в островном по программе «Комфортная городская среда». Посетил спортивную школу и спорткомплекс в райцентре – местную сельхозкомпанию. В каждой из сфер Виктор Томенко отметил положительные преобразования и пообещал со своей стороны делать все возможное для улучшения жизни в алтайских селах. Над этим будем работать вместе с местными властями. Это наша задача. Елена Макаренко. День с толком. В этом году сферу пассажироперевоза к краю ждет новый этап развития. Предполагается закупить 150 автобусов и передать их муниципалитетам, сообщил сегодня во время пресс-конференции министр транспорта региона Антон Воронов. Министр признал, что сфера пассажироперевозок переживает непростой период. Какие-то маршруты передали с муниципального на региональный уровень, из-за чего некоторые перевозчики лишились дотаций. На каких-то маршрутах, среди них есть садоводческие, выросла стоимость проезда. Но в то же время пассажироперевозчиков стараются поддерживать, подчеркнул Антон Воронов. По его словам, за этот и следующие годы планируют закупить порядка 150 автобусов, которые передадут районам края. Большую часть транспорта пустят по муниципальным маршрутам. Что касается ремонта дорог, то глобальный запланирован по пяти направлениям. В Алтайском районе, Бийском, Крутихинском, Усть-Калманском, а также в направлении Кузбасса. Многие другие трассы ждет текущий ремонт. На вопрос о том, насколько сильно качество дорог влияет на статистику ДТП, министр ответил следующее. Каждый третий погибал гражданин в ДТП, где присутствовало алкогольное опьянение. Сложная ситуация. Поэтому текущий год пока за четыре месяца идет снижение ДТП с летальным исходом. К счастью, мы призываем водителей, учитывая то, что впереди сложный туристический сезон, довольно высокая загруженность наших автомобильных трасс, ввиду развития внутреннего туризма, все-таки не спешить, соблюдать прежде всего скоростной режим. Научиться пользоваться саблей и мечом, выучить пару старинных танцевальных шагов и получить предсказания на картах Таро, сможет любой желающий. Это далеко не вся программа Краеведческого музея в рамках акции «Ночь музеев». Что готовят на других площадках, а их в регионе будет 103, журналистам рассказали сегодня на пресс-конференции. Музеи, галереи и выставочные залы в городах и селах края ждут своих посетителей 20 мая с 19.00 и до двух ночи 21 мая. Акция «Ночь музеев» пройдет под девизом «История и истории». Открытие музейной ночи будет на улице Мало-Тобольской. Режиссером выступает Елена Калетина. И это будет театрализованное действие, посвященное старинному городу Барнаулу и передаче памяти от поколения к поколению о нашей истории, о нашей стране. Оттуда музеи будут собирать группы и везти их на свои площадки, сопровождая пешие экскурсии по исторической части города. Более 103 музеев в регионе и 45 в нашем городе. Вот представляете, когда мы начинали в 2006 году, их было 14. И тогда у нашего населения был шок. Почему? Потому что 14 всегда думали, что 3 всего – художественные, краеведческие, гмелика. Все. А оказалось 14. Тогда это было прям культурный шок. Сейчас 45 на минуточку. В этом году заявлено 5 новых участников – музей музыкальных инструментов, музей колоколов, а также выставочные площадки зоопарка «Лесная сказка», центра «Немца Алтая» и краевого отделения российского детского фонда. И за пределами Барнаула готовят интересные программы. Я бы предложила съездить в музей Германа Титова, в Полковниково, потому что это тот музей, который проводит сразу мероприятия на нескольких площадках в трех своих зданиях. И начинают они свою программу с космического бала, где каждый желающий сможет изучить отдельные какие-то элементы бальных танцев, других танцев. В этом музее запустят в святую всех святых каждого музея фонда хранилища. Главный хранитель проведет экскурсию. Эксперты советуют посетить музей Чуйского тракта, Бийские и Шипуновские краеведческие музеи. Сориентироваться в культурном пространстве поможет новинка года – сайт «Музейной ночи», «Ночь музеев22.рф». На нем можно посмотреть программу каждого музея, условия посещения и время работы. Входной билет в 14 учреждений культуры будет стоить 100 рублей. Остальные площадки можно посетить бесплатно. Кстати, уже открыта предварительная продажа билетов, и специалисты рекомендуют приобрести их заранее. Также в «Ночь музеев» традиционно продлят работу общественного транспорта. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. К новостям спорта. Воспитанники школы Алексея Смертина дебютировали на родной арене в юношеской футбольной лиге. На этот раз их соперниками стали парни из спортивной школы номер 17 города Томска. Чем этот турнир уникален, как проходил и чем завершился матч, расскажет Дмитрий Дроздов. Юношеская футбольная лига наконец-то стартовала в Сибири и на Урале. Многим наверняка любопытно, а в чем уникальность этого проекта Российского футбольного союза. Отвечаем, теперь у мальчишек в возрасте до 16 лет есть свой собственный чемпионат. Алтайский край представляет две команды. Одна из них – воспитанники школы Алексея Смертина «Алтай». И болельщики приходят, как на матчи профессиональных команд. В первой домашней игре «Алтай-2008» противостояли парни из Томска. Хозяева начали игру уверенно. Первыми открыли счет. Хороший боевой получился матч. Много забитых голов для зрителей. Интересно было в любом случае. Хотелось, конечно, победить на первом домашнем матче. Но, к сожалению, сыграли в ничью. После того, как «Алтай» повел в счете 2-0, хозяева почувствовали уверенность и за это, увы, поплатились. Гости забили гол в раздевалку и с хорошим настроением ушли на перерыв. А там и слова главного тренера пошли на пользу. Я уже дословно не вспомню, но считаю, что надо парней поддерживать, убивать их, кричать на них. Особо нет смысла. Ни к чему хорошему этому не приведет. Где-то, да, бывает, надо крикнуть, но где-то надо поддержать. Замотивированные словами тренера томские игроки во втором тайме еще сравняли. И могли даже выйти вперед, но счет такими остался 2-2. «Алтай» в первой домашней игре забрал лишь одно очко. Сегодня у команд день отдыха. А уже завтра, 12 мая, юные футболисты встретятся со сверстниками из Красноярского Енисея. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова